Ленинский районный суд столицы Чуваши вынес приговор четверым главам крестьянско-фермерских хозяйств, одному бывшему и двоим действующим руководителям сельхозпредприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском, Ядринском районах, а также их подельнику из Чебоксар. Все они причастны к мошенничеству при получении субсидий на миллиарацию земель. Каждому из семи руководителей хозяйства и сельхозпредприятий назначили условный срок от полутора до двух лет. При этом один глава КФХ освобожден от наказания по амнистии. 37-летний чебоксарец, проходящий по делу как сообщник, осужден за семь эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере на четыре года. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Отмечу, что житель столицы Чувашии уже привлекался к уголовной ответственности. В 2017 он был отправлен за решетку на три года за два преступления, совершенных по аналогичной схеме. На этот раз следствию удалось доказать, что в 2014 году восемь осужденных подделали документы о покупке миллиаративных систем, завысив их стоимость. В последующем эти документы злоумышленники направили в региональное министерство сельского хозяйства, где им по программе возместили часть затрат на приобретенное оборудование. В результате федеральному и республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 9 миллионов рублей. В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следственные действия проводились на территории пяти субъектов Российской Федерации. Допрошено около 40 свидетелей. Назначено и проведено семь судебных товароведческих экспертиз. Также проведены обыски и выемки, в ходе которых изъято интересующее следствие информация. Противоправные действия злоумышленников были выявлены следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками МВД Почувашской республики. Добавлю, что еще в ходе судебного следствия двое осужденных возместили причиненный ущерб в 2 миллиона 900 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иски регионального минсельхоза к остальным фигурантам уголовного дела о взыскании с них более 5 миллионов рублей.